Межведомственная комиссия 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 То есть, что конкретно мистер нарушает После 20 часов, если он реализует на вынос И у него, скажем, нарушение лицензии Вообще, если лицензия И он же считается, если он заявил себя пабом, баром Надо проверить наличие вообще на соответствии этого паба, бара Если у него ЕГАИС установлен, имеется ли лицензия Соответственно, кассу, соответственно, туалет Все требования Я же сказала, мне никто не откажет Отходите, выходите Чек, вот он, кассы нет Только терминал, ребята ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 У вас называется бар, правильно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дрюиска есть, вход для гостей Служебный вход есть для персонала отдельных? Нет, служебного нету Значит, служебного нету Модная зона, вестибли Входной зоны вести бюля нет. Нарушение выхода. В пол, аван, зал имеется. Гардероб, но не обязателен здесь. Вешалка в зале есть? Вешалки в зале нет. То есть не соответствие. Зала в суши не имеется. Туалетная комната. Не работает. Разделения нет. Нарушение. По своей части. Аварийное освещение есть? Аварийное освещение нет. Естественное освещение тоже отсутствует, что является нарушением ГОСТа именно по вару. Горячая и холодная вода. Горячая и холодная вода есть? Только холодная. Только холодная. Горячей нет. Получается у нас заключение, что по классификации ГОСТ помещение, заведение не соответствует бару. Физлицо. Дзевицкая Ксения Александровна является в данном случае кассир. Есть такой поставщик и подзевицкая. Но человек пробивается, ой, демиане. И это вот это? Вот это? Это пиво светлое. Это все бутылочное пиво. То, что стоит в холодильнике. А вот это? Закупается наличными. Оптовая закупка идет. И потом уже идет продажа. Минуя систему Югайс получается. Нет. Касса онлайн, что является грубейшим нарушением. Тем более при таком составе, что не хватает ни помещений, не работает туалет, нет меню, нет многих тех параметров, которые соответствуют ГОСТу. Но в самом основном касса онлайн, не подключен Югайс. Ага, скажите, пожалуйста, вот у вас идет продажа, при этом вы не предоставляете покупателям чеки. Почему же? Ну, у вас как право, я в тесте не существую. Лена, по факту или нет? Давай. На данный момент мы запросили и хотели, чтобы нам продались у кого-то штации и чеки-то билеты. Вы считаете, у меня класса? Я не могу показать эту билет. Да, хорошо. Ну, почему она не работает? То есть, по факту, вот сейчас вы нарушаете законодательство? Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, почему в данном случае мы видим закуп. У нас происходит, да? Мы смеяли, вот у вас наличие пива. Вы закупили на автовой... У вас без закупения. Закупили, соответственно, вы начинаете продавать. У вас отражается продажа пива через Ягайс. Усово не Ягайс? Ну, в полосы. То есть у вас где находится продажа биба, там и должно быть Для кассеты это требование еще выше Значит здесь у нас объект называется пробка прав Если мы обратим внимание, здесь по вывеске у них есть ИП Мухаммад Диев Скажи, если вы называетесь как-то, где у вас меню, утвержденное руководительным предприятием? Покажите, пожалуйста Где у вас меню? Ассортимент кафе предполагает наличие блюд Где это прописано, что в конторе? В гости Можете ознакомиться В гости Классификация предприятий общественного питания Это прописано в гости, который вы должны соблюдать Так вы же должны знать Вы же открыли в кафе, значит вы должны знать об этом гости Услуги общественного питания, предприятия общественного питания, классификация и общие требования ГОС 30389-2013 И обязательные требования есть и для бара, и для кафе Если вы назвались кафе, значит у вас еще больше нарушений Так в итоге с Егайсом, то что у нас? Не будет разбираться, я предоставлю с какой-то подсчастный, но у меня здесь их нет То есть по факту вы сейчас не подтверждаете продажу? По факту, да? По факту не подтверждаете? Ясно? Если бы вы проводили оптовые закупки, то однозначно выбрали бы официально оптовиков, которые бы вам выписывали счетом оптовые товарно-накладные под номерами И вы бы рассчитывались с ними, либо на налог, либо без налог И вам оптовики фиксированы бы отпускали по эгоист По эгоисту вы бы их погашали и утверждали, что вы действительно получили И кафа онлайн уже действительно работает, показывает, что вы работаете на законном основании, правильно? Там получили, здесь вы продали У вас нарушение на нарушении Нарушение на нарушении вы покупаете как физлицо, подаете как УП Ну, о чем говорите? По 19, 12 Как давно? 12 12 12 12 Это 12 по какому закону? О санитарной законодательстве и защита прав потребителей А у административной комиссии? Да, нужно же узнать Да, по санитарной законодательству Сколько у вас? 11? 11? Нет, 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 одно получается Одно? И по какому? По обороту алкогольной продукции, получается, выявили три нарушения, это возможно Ну, просто признаки, которые отсутствуют Именно самая транспортный модуль ЮГАИСа Именно госавтомизированная система Которая фиксирует все продажи алкоголей Также нарушение статьи 1416, часть 3 Кодекса Оркогольной продукции без скрытия тары И также нарушение федерального закона номер 54 О применении контрольных освоенных техник То есть тут отсутствует одно и касс Вот эти три сны в прошлом Девять нарушений того, что не соответствует классификации бара Согласно протоколу мониторинга, да? Согласно мониторингу на соответствие ГОСТа классификации ресторанов, бара Продолжение следует... Заходим сейчас в ГОУФ Мегаприн Обратите внимание, позиционирует себя на предприятии общественного питания В данном случае отсутствуют у нас данные для потребителей Это ННН, ОБРН Здесь мы видим санитарно-эпидемиологическое заключение Совершенно выдано на другое лицо, юридическое лицо ООО «Квартал» Выдано на деятельность осуществления организации учебно-производственной процесса То есть санитарно-заключение совершенно другого предприятия И оно также не соответствует деятельности общественного питания Дальше мы видим нарушение какое? Сертификат соответствия Срок действия у него до 2018 года Выдано на услуги питания кафе Но выдано на совершенно другое предприятие ООО «Квартал» Место Пицца Ленд Место расположения Кондрашвили 7 Фактический адрес мы находимся по адресу Дзержинского, 65 То есть факт того, что здесь информация Во-первых, есть нарушение Во-вторых, это обман потребителя Это уже статья КЛАПа Гардеробка полностью Вешало в зале имеется Вешало мы не наблюдаем То есть это нарушение Если говорить о барной карте Он должен быть утвержден Предприятие Чего мы не наблюдаем В данном случае, так же, смотрите Есть блюда, которые предлагают При этом не указаны Волкиберез и углеводы Но, по крайней мере, здесь хотя бы килокалорий То есть здесь должна быть печать или подпись Печать и подпись руководителя, да Это говорит о том, что действительно По факту в таких условиях готовится блюда Посмотрите, как там Ну и мы бы хотели, как общественная организация Все-таки призвать предпринимателей Чтобы они, соблюдая законы Да, приводили в соответствие свои заведения Если они назвали себя, допустим, кафе или баром Да, то они должны соответствовать этим требованиям Вот согласитесь Откуда я могу получить нормальные услуги Ту же самую картошку фрить Либо пиво Если нарушены всемыслимые и немыслимые санитарные нормы Если действительно эти услуги не сертифицированы Мы не знаем, кто у нас стоит за барной стойкой Проходил он санитарный контроль или нет Есть ли у него санкнижка или санминимум Кухня безобразная Ну и поглядите, сам торговый зал Он, в принципе, там, где мы сегодня побывали Они желают лучшего Чтобы человек пришел и отдохнул Редактор субтитров А.Семкин